Шестое. Различные разъяснения по питанию. Видовое питание. Люди, интересующиеся наукой питания, не раз слышали термин «видовое питание». Что нам необходимо знать о видовом питании человека? Пищеварительная система человека в течение тысячелетий приспосабливалась к переработке и усвоению определенного круга природных продуктов. Это сказалось на строении зубов, длине и массе пищеварительного тракта, на особенностях желудка, кишечника, на особенностях их внутреннего строения, среды, пищеварительных ферментов, бактериальной флоры и многого другого. В итоге особенности пищеварения и способы добывания пищи сказались на форме нашего тела. Из пищи мы не только строим свое тело, но с ее помощью создаем внутри тела, то есть в каждой клетке, наиболее благоприятную среду жизни. Так, конечное звездо пищеварения осуществляется непосредственно в каждой клетке, где из углеводов образуется вода, углекислый газ и свободные электроны, то есть энергия. Вода дает нам среду, в которой протекают жизненные процессы. Концентрация углекислоты в воде служит регулятором активности ферментов, а свободные электроны являются теми мускулами, которые расщепляют углевод и освобождают из него энергию и так далее. После отработки все лишние продукты должны легко выводиться из организма. Выводящие системы также в процессе эволюции были приспособлены к удалению из организма определенных метаболитов. Если человек не желает понять эту очевидную вещь, то ни о каком здоровье не может быть вообще речи, несмотря на кучу денег, наисовременнейшие препараты и так далее. Например, дочь миллиардера Анасиса умерла в 37 лет. При обследовании ее тело было буквально нашпиговано химией от снотворных таблеток, таблеток для похудания и многих других. На ее столике было обнаружено 41 наименование лекарств. Исходя из природных особенностей человеческого организма, для человека видовым питанием являются фрукты, овощи, злаки, бобовые, корнеплоды, ягоды, мед, съедобные травы и грибы. На первоначальном этапе развития человеческого организма молоко матери, но не животных. И в дальнейшем, в виде небольших отклонений, молоко животных и яйца птиц. Наиболее благоприятным местом для проживания человека являются субтропики, район Средиземноморья, где, кстати, и зародились первые цивилизации. Расселение людей на север вызвало приспособление их пищеварения к другим видам питания и явилось, это очень важно понимать, вынужденной мерой. Появился ряд дополнительных механизмов по усвоению животной пищи. Например, эскимосы пьют тюлени жир и выделению метаболитов, которые не свойственны человеку как виду. Все эти приспособления сказались на здоровье не совсем в лучшую сторону. Давайте проанализируем, что будет происходить с человеческим организмом, если питание будет другое. Если в питании преобладает пища животного происхождения, мясо, рыба, молочные яйца и так далее, то наш организм вынужден дополнительно создать мощный обезвреживающий аппарат и затрачивать колоссальные усилия на его поддержание. Вот главные звенья в борьбе с повреждающим действием животных белков. А. Наша микрофлора толстого кишечника имеет животные клетки, то есть микроорганизмы, которые перерабатывая растительное сырье, образуют кислую среду и дополнительно кормят организм кислыми продуктами переработки. Если сырье поступает в животное, мясо, молоко, яйца, сыры и так далее, то теперь преимущественно развитие получают растительные клетки, то есть диаметрально противоположные микроорганизмы, при своей переработке образующие щелочную среду, то есть гниение, за счет которой в организм поступают страшные яды и создаются условия для роста растительных организмов. А. Полипов, рака, плесени, грибков и так далее. Б. Изобилие белка в организме создает условия для увеличения вязкости коллоидного студня. А. Кров, лимфа, протоплазма клеток и его превращению в ксерогель, то есть более твердую такую массу. Отсюда подобное сгущение в крови, тромбы, в желчи и моче, камни желчные и мочевые, в тканях мозга и сердца, инсульты и инфаркты, в соединительной ткани подагра и так далее. В. Вы когда-нибудь плавили железный лом в железном котле? При такой плавке будет плавиться и железо, и сам котел. Вот грубое, но наглядное объяснение, почему у кошки вес желудочно-кишечного тракта составляет 2,8% от веса тела, а у человека всего 1,8%. Но при этом относительная длина пищеварительного тракта у человека больше. Вот этот 1% является защитой, которая противостоит плавлению, то есть у кошки. И если хищные животные при переваривании свежего мяса используют индуцированный автолиз, облегчающий пищеварение в желудке на 50%, отсюда уменьшается и повреждающее действие на стенке желудка, то человек, как правило, потребляет термически обработанное мясо. Индуцированный автолиз при этом отсутствует. Отсюда крепость кислых соков должна быть высокой, а время обработки длинным. Выводы делайте сами. Если используются рафинированные, обезвоженные продукты, например, хлеб и хлебобулочные изделия, картофель, сахар, варенье и другая вкусная ерунда, то они в первую очередь обезвоживают организм, насасывая воду в желудочно-кишечный тракт для своего растворения и превращения в коллоидный раствор. Это вызывает сгущение крови, а отсюда чувство жажды. Поэтому мы такую пищу обязательно запиваем, а это портит пищеварение. Ввиду того, что такая пища представляет коллоидные растворы, которые вначале не имели заряда, то такой заряд каждой мицеллой пищи приобретает у организма. Организм теряет часть своего заряда. Далее, всасываясь в кровь, эти коллоиды делают кровь более вязкой. В результате этого меняются ее характеристики. Вообще, характеристики всех коллоидов организма – это и вязкость, заряд и чистота в худшую сторону. Ферменты нашего организма приспособлены к взаимодействию с натуральными частицами сахара, крахмала и так далее, а не с измененными, потерявшими свою структуру, и поэтому они полноценно не могут сделать переваривание. Вот откуда образуется такое количество шлаков, слизей, которые подавляют жизнедеятельность организма и переводят внутреннюю среду из кислой в щелочную, то есть в гниющую. Можно лучше так сказать, из нормальной в гниющую. От таких людей уже идет запах гнили. Естественно, это сказывается и на поведении человека, порождая маньяков, насильников, идиотов и тому подобное. Принципы питания в стративеции с инь и янь. Ну так разберем для расширения кругозора, что это такое. Это питание основано на философской системе Дальнего Востока, по которой человек оказывается подчиненным противоположным силам, называемым инь отрицательно и янь положительно. Эта философия учит, что нет в этом мире ничего, что не было бы инь центробежной силой, либо янь центростремительной силой. Центростремительная сила сжимает и порождает звук, тепло и свет. Центробежная сила расширяет. Она является источником тишины, спокойствия, холода и темноты. Следующие физические явления и продукты питания содержат в себе больше инь или янь, то есть качество сил. Я думаю, что это вы можете посмотреть самостоятельно. Что это такое? Далее вы можете посмотреть таблицу продуктов питания распределения в порядке от инь минус к янь плюс. Также вы можете это все посмотреть самостоятельно. Эту таблицу. Вот интересная информация. Несколько примеров, когда инь переходит в ян, а ян в инь. Страна холодная, сезон зима. Это инь и ян. Страна тропическая, сезон лета. Холодные страны, являющиеся инь, производят животных ян. Жаркие страны, являющиеся ян, производят животных инь. То есть, чтобы бороться с жарой, животное должно себя охлаждать. Яички, порожденные женским полом инь, являются ян. А сперматозоид, порожденным мужским полом ян, является инь. Благодаря тому, что в течение года обновляется более 90% всех тканей тела, вы можете перестроить, оздоровить и излечить свое тело и психику. В питании первостепенное значение приобретет пропорции определенной пищи за один прием и вообще в течение дня. Как и йоги, они считают, что сделав кровь нормальной, то есть гармонично сочетающей инь и янь, человек быстро излечивает себя. И наоборот, производя дисбаланс сил инь и янь в крови и соответственно в теле, человек заболеет. В соответствии с этим был выверен и рекомендован многими тысячелетиями поколений японцев, китайцев и тибетцев следующий стандартный режим питания в течение дня. От 50 до 60% злаки в зернах, от 20 до 30% овощи, от 10 до 15% стручковые, морская капуста, 5% суп мисо. При этом все продукты должны быть натуральными, а также соответствовать сезону и климату. Некоторые авторы считают, что цельные зерновые слабо ощелачивают организм, поэтому кислотная щелочная пропорция крови, а также расширяющая и сжимающая силы в организме взаимно уравновешены. И за счет этого человек остается стабильно здоров. Например, Джордж Осава, Джордж Осава это специалист в макробиотике, в своей книге «Макробиотика» пишет следующее о злаках. Нельзя отказаться от воздуха, от воды, от света. Наиболее восхитительным синтезом которых являются злаки, лежащие в основе нашего существа. Злаки, огонь и соль выделяют человека из среды животных и это фундаментально. Мне хочется дать более полное изложение принципов макробиотики, тем более, что в них мне видятся истоки русской науки о питании, которые утеряны в настоящее время. Обратимся снова к Джорджу Осаве, но сначала о нем самом. Вот что он писает о себе. В детстве я был счастлив и жил на традиционных напитках и пище. К концу моего детства западная цивилизация проникла в нашу семью и разрушила ее. Затем наступил мой черед заболеть. Но, к счастью, мне пришлось отказаться от чужой пищи и напитков, а также от всех лекарств. В 16 лет я уже был на грани смерти, потому что я продолжал поглощать большое количество сахара, обработанное химическим путем и конфет. В возрасте 18 лет я открыл медицину наших предков, которая излечила меня полностью. Сам Джордж Осава в возрасте 70 лет необыкновенно активен. Ему хватает на сон 3-4 часов. А теперь о 10 режимах питания по Осаве. Кстати, вы можете вот посмотреть таблицу и диаграмму. Стандартный макробиотический режим. Здесь все написано подробно. Познакомитесь самостоятельно. Итак, Осава говорит. Существует 10 способов, если пить, которые позволяют вам добиться хорошего здоровья, установив равновесие и ньянь. Но если вы понимаете теорию, вы всегда можете выбрать один из режимов питания этих настоящих путей, к счастью, указанных в таблице. И надо будет внимательно следовать избранному режиму. Итак, 10 режимов макробиотического питания по Джорджу Осаве. Вот 7 режим. Он подразумевает, что вы поглощаете только злаки. Все 100%. Шестой режим. 90% злаки. 10% овощей. Ознакомьтесь. Вы можете начать с того, что замените мясо фруктами и салатами. И таким образом станете вегетарианцем. Если у вас не получается хорошее самочувствие, которым вы стремитесь, попробуйте верхний режим. Самый верхний, под номером 7. Самый легкий. Самый нижний. Самый трудный. Проведите простой режим в течение 10 дней, соблюдая правила. Первое. Не ешьте пищу. Не употребляйте напитков, обработанных индустриальным способом. Таких как сахар, консервированные напитки, пища с химической окраской, яйца, консервы. Второе. Варите свою еду в соответствии с макробиотическими принципами. На растительном масле или на воде. Солите морской нерафинированной и обогащенной солью. Используйте для варки посуду из терракоты и огнеупорного стекла. Третье. По мере того, как ваше физическое и моральное состояние улучшается, и вы станете лучше понимать принципы инь-янь, опробуйте более низкие режимы по таблице, но с большей осторожностью. Обратите особое внимание на режимы номер 2 и 3. На мой взгляд, именно они были в основе диеты наших предков. Каши, овощи, борщи или щи и немного мяса. Особенно зимой. То есть режим 3 для лета, а 2 для зимы. Итак, продолжаем. Вы можете продолжать режимы выше номер 3. Так долго, как вы это пожелаете, без всякой опасности. Но если вам не станет лучше, вернитесь к режиму номер 7. На одну-две недели и далее на более продолжительный срок. То есть очень простая рекомендация. Вот ничего у вас не получается, значит зарядили и только каши ешьте. Вот только каши. Поели. Причем каши должны быть цельные, из цельного зерна. А потом уже можете немножко поэкспериментировать с овощами и так далее. Четвертое. Не ешьте ни фруктов, ни овощей, выращенных с помощью химических удобрений или таких, которые обрабатывались инсекцидами. К сожалению, сейчас все выращено и обрабатывается. Поэтому остается только обращаться к частникам, проверенным, знающим людям. Пятое. Не употребляйте в пищу продукты, происходящие из района, удаленных от вашего места жительства. Но возможны исключения. Шестое. Не ешьте никаких овощей вне сезона. Седьмое. Насколько можно, избегайте овощей наиболее инь, таких как картошка, помидоры, баклажаны. Восьмое. Не употребляйте ни пряностей, ни химических добавок, за исключением натуральной соли, макробиотических соусов и мисов. Девятое. Кофе запрещается не пить чай, содержащий красители. Разрешается только натуральный китайский или японский чай. Я думаю, у нас можно пить травяной чай из наших российских трав. Десятое. Почти все продукты питания, происходящие от домашних животных, такие как масло, сыр, молоко, цыплята, свинина, говядина и другие, обрабатываются химическими веществами. В то время как большая часть диких животных, птиц, раковин от них свободна. Хорошие продукты. Все злаки, такие как цельный рис. Еще раз говорю, цельные злаки должны быть. Гречиха, пшеница, кукуруза, ячмень, пшено. Они великолепны. Вы можете есть их сырыми или вареными, с водой или без воды, поджаренными, испеченными в духовке или приготовленными в виде крема. В таком количестве, в каком вы можете, но хорошенько их пережевывая. Вы также можете есть все овощи по сезону, включая те, которые были упомянуты выше. Из диких растений вы можете употреблять одуванчик, мать и мачеху, репейник, пастушью сумку, крест и так далее. Хорошо сжевать. Надо пережевывать каждую порцию пищи, которая у вас во рту, по меньшей мере 50 раз. А если вы хотите усвоить макробиотический метод как можно быстрее, то надо жевать 100 и даже 150 раз. Вы должны жевать свои напитки и пить свою пищу, говорил Ганди. Самая вкусная порция пищи становится тем вкуснее, чем лучше вы ее пережевываете. Попробуйте это с биштексом. Очень скоро вы обнаружите, что он безвкусен, потому что только действительно хорошая и необходимая пища улучшается при пережевывании. Так что если хорошее пережевывание войдет в вашу привычку, вы не сможете отказаться от этого до конца своей жизни. В связи с рекомендацией хорошенько жевать, вспомните, что при тщательном жевании увеличивается выделение слюны, что способствует очищению нашей крови. Как видно, уже древние знали это свойство организма и с успехом применяли его. Недаром в народе появилась пословица типа «долго жуешь, долго живешь». Меньше жидкости, меньше пить трудно, гораздо труднее, чем меньше есть. Тело в основном состоит из воды. В вареном рисе ее содержится от 60 до 70%, а в овощах от 80 до 90%. Если мы пьем, мы неизбежно потребляем слишком много воды, являющейся им. Если мы хотим ускорить результаты макробиотического лечения, мы должны пить меньше, так чтобы испускать мочу только 2 раза в день для женщин и 3 раза для мужчин. Рекомендации «Пейте сколько хотите» – очень плохая рекомендация. Ее автор явно не знаком с чудом почечного метаболизма. Немножко поговорим о почечном метаболизме. Вообще, это очень глубокая и ценная рекомендация. В прошлом веке немецкий крестьянин Шротт широко практиковал открытый им метод лечения с помощью жажды. Эффект этого лечения был настолько поразительный, что им заинтересовались ученые. Профессор Мюллер произвел научное исследование этого метода лечения и выпустил работу под названием «Диетический метод лечения Шрота». Суть этого метода заключается в том, что больному дают кушать лишь сухари и почти не дают жидкости, заставляя при этом быть активными, то есть двигаться. К сожалению, с открытием новых химических лекарств этот метод был забыт. Во втором томе целительных сил мы поговорим о нем более подробно. На основании своего опыта скажу, что когда овощи и фрукты стали составлять от 40 до 60% моей ежедневной диеты, действительно надобность в воде отпала сама собой. Продолжаем дальше. Макробиотическая кухня. Ваша макробиотическая кухня восхитительна, но вы можете готовить сами. На это пойдет некоторое время, потому что для этого надо быть творцом, то есть обладать искусством комбинации инь и янь. Жизнь есть творчество. Жить – это творить. Мы не можем жить без того, чтобы не творить. Каждый день мы создаем кровь, которая питает нашу деятельность. Наша сила адаптации происходит благодаря этой творческой способности. И жизнь является выражением этой способности, которая во многом зависит от дозы и приготовления элементов инь и янь в нашей пище и в наших напитках. Изучая одновременно практику и теорию, вы разведете способность к суждению, и рано или поздно станете экспертом в комбинации инь и янь своих блюд в этом самом важном искусстве нашей жизни. Пища, что было видно из ранее приведенной таблицы, подразделяется на основную – это злаки, рис, кричиха, пшено и т.д. и второстепенные – овощи, причем слегка тушеные в растительном масле с добавлением соли или соевого соуса. Интересная и проста регулировка здоровья. Болезнь рассматривается с двух позиций – либо вы слишком инь, либо слишком ян. Поэтому делается следующее – сначала исключаются продукты инь. Если через некоторое время, не менее 10 дней, состояние ваше не изменится в лучшую сторону, или вам станет хуже, попробуйте противоположный путь, исключите ян продукты, и ответ сам выявит себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!